Пойдемте победы! Пойдемте победы! Нет, Виталий, мы снимаем видео, еженедельный блог, который ты от нас требуешь. Через полчаса. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами еженедельный блог Урея Моники. Пройдемся по предприятиям. Возможно, по предприятиям зайдем еще не только к нам, но еще к другим нашим соседям. Не знаю зачем, но покажем. Может даже будет интересно. В общем-то, что? У нас закончился переезд. Мы сейчас пройдем в нейтрализацию и посмотрим, как там ребята уже куют. Потому что вчера уже было изготовлено, если не ошибаюсь, 6 или 8 скоб первых в этой нейтрализации, в этой кузнице, в новой. Происходят изменения в старые кузнице. Все это тоже покажем вам, расскажем. А сейчас, что хочется рассказать. Скоро 23 февраля, поэтому... Смотри, какая там крутая птичка. Блин, желтенькая. Кстати, что хочется еще сказать. Алексей Михайлович, мы это выйдем на улицу и расскажем. Или сейчас можно рассказывать, как думаешь? Ты можешь рассказать, я покажу сейчас из окна. Смотрите, какая потрясающая желтая птичка. У нас Алексей Михайлович... Мы работаем, нам никогда. Возраст, и он ближе к земле становится. Под окнами он начал разбивать огород. Высадил осенью, весной высадил у нас шиповник, ясень посадил и всякую такую другую зеленушку. А сейчас, так как он давно увлечен орнитологией, птичками, активно их кормит. Я как бы тоже, мне тоже очень нравятся птицы, но я занят, и поэтому не могу заниматься кормушками. Алексей просто вот тут уже весь участок забил всевозможными кормушками. Это зеленушка. Это была птичка-зеленушка, да. Всем рассказывают, какая птичка прилетает. Щуры, клесты. Да, у нас тут есть щуры, дубоносы. Зимой обитают щуры, дубоносы. А вон дубонос как раз. Всего-то надо было разместить три кормушки и посыпать. И 5 килограмм. Каждый день 5 килограмм зерен. Каждый день синички съедают по полкило семечек. Зачем вам все это вам рассказываем? Потому что вы просили рассказывать побольше топорах. Больше нечего рассказывать. Потому что вы просили больше рассказывать о топорах, поэтому вам рассказываем про птичек. Все, не мешайте нам. Давайте, мы уже о деле поговорим. Так, скоро 23 февраля. Топоров мы вам не успеем изготовить. Не ждите. К сожалению, очень долго у нас длительный переезд. Затянулся он. Мастерская кузница проще, что две недели простаивала. Поэтому, дай бог, мы успеем что-то сделать на выставку. У нас очень большие надежды. Скоро будет две выставки. В Санкт-Петербурге, клинок на Неве. И охота-рыбалка, новая охота-рыбалка в Москве. Это все будет 16 февраля, первый день выставки. Постараемся успеть туда подготовиться, но что-то специфического нового изготовить в подарок на 23 февраля мы не успеем. Но у нас кое-что лежит еще с прошлого года. Вот такой вот интересный топорик. С рукояткой и стабильной сувели. По ценам я вам сейчас ничего не смогу сказать. Вам надо написать ребятам на нашу почту или ВКонтакте или на WhatsApp. Немножко подождать и мы вам обязательно ответим. Все расскажем про материалы подробно, расскажем и про цены. Или вот такой вот потрясающий топор. Он был сделан уже перед самым Новым годом из Дамаска. Это авторская работа Михаила. Человек, который у нас изготавливает там агавки и подготавливает паковки и скопом, и Лунем, и Петровичем. И вот такая вот рукоятка. Что еще? Сейчас попробую. Опа. Я надеюсь, что не так часто будут вылазить. И вот такой вот топор, даже не просто топор, а прям целая композиция. Тоже дамасковый. Что хочется сказать про наш Дамаск. Он с никелем. То есть вот эти белые, такие серебряные даже прожилки, это никель. Это не рабочие топоры. Да, они закалены. Они также откованы из стали. У-8. Сердечник из ШХ-15 мы делаем. Но мы их делаем не как рабочие топоры. То есть да, они также закалены. Они с такой же термичкой. Они также подогнаны. Также соосно все. Но в первую очередь это вещи коллекционные. Как нож коллекционный. Как предмет декоративного искусства. Это не рабочий инструмент. Но как вещь, которую нужно подарить. Или просто вам необходима такая вещь себе в коллекцию хочется заполучить. Пожалуйста. Вот, например, вот эта. Это просто потрясающая вещь. Мне лично, например, самое интересное даже больше не топор, а подставка. Она просто великолепна. Есть хорошие фотографии у нас в ВКонтакте. Поэтому, конечно, лучше там смотреть, нежели на видео. Когда с рук особенно. Также. А, и еще есть на Озоне. На Озон мы выгрузили небольшую партию скоп. Есть все три вида финнов. А, извините, пожалуйста, мне подсказывают, что я ошибаюсь. Это не скопы. Это луни. То есть небольшая партия лунев. И все три вида финских топоров. Вот эти топоры вы можете сейчас заказать. Они к вам придут. Очень быстро. Очень удобно. Поэтому очень рекомендуем покупать у нас на маркетплейсах. Ну, или покупать у наших партнеров. В магазинах рубанков нет. В магазине... Ну, короче, у наших партнеров их очень много. Мы работаем над тем, чтобы становилось все больше и больше. Больше находить магазинов в разных городах. То есть, например, в Ростове у нас есть хороший магазин, с которым мы начали работать. И в Новосибирске, надеюсь, найдем хороший магазин, который с нами захочет. Ну, и сможет работать. В Санкт-Петербурге есть отличный магазин. Фореском. Что-то у меня сегодня с памятью. Просто отличный магазин, который большой, богатый выбор ножей. И теперь еще вот сколько? Уже год или два почти мы с ними работаем. У них есть наши топоры. Поэтому приходите, берите, выбирайте, щупайте и покупайте сразу же в магазине. Мне, например, кажется гораздо лучше покупать особенно топоры все-таки в магазине, не через интернет. Я вот очень люблю покупать именно в магазинах. Пойдемте на производство. Не пойдем на производство. Вова меня не отпускает. Вова начал работать уже как режиссер настоящий. Вообще просто. Короче, смотрите, что у нас есть еще. Бог с ними с топорами. Есть ремни. Потрясающе шикарные ремни. Их очень много. Мы их очень много сделали. Ремней много. Их много разных размеров. Все это вы можете получить, купить для себя или купить для своего отца, мужа, брата, товарища в подарок к 23 февраля. Возможно, кстати, еще успеем лопатки сделать. Но мне, наверное, сейчас подзатыльник дадут. Но следите за новостями. Возможно, скоро появится какая-нибудь. Если все получится, у нас пойдет все невероятно гладко. Хотя такое никогда не бывает. И появится в наличии лопатки. Но, конечно, вряд ли. Поэтому просто их заказывайте. Мы сделали очень много для того, чтобы лопаты отгружать как можно быстрее. Поэтому просто вставляйте заказы на лопаты. Ну и что еще? Ведать надо. Кушать, пользоваться. Кушать. Керамика. Большой выбор керамики. Все еще есть вот такие вот кружечки. Чайный набор. Такой вот. Или вот такой вот. Пишите, забирайте. А, что еще? Книжечки. Все еще есть книжки. В общем, хорошие подарки на праздник. У нас есть перчатки. Смотрите. Вот такие вот рабочие перчатки. Кожаные. Что про них хочется сказать? У них здесь этикетка написана. Десятый размер. Но, на самом деле, это не десятый размер. Это бог знает какой. Какой-нибудь четырнадцатый или пятнадцатый. Просто на огромную руку. В общем, если у вас нормальная мужская рука, а не вот эта, как у меня. Или вы же предпочитаете носить две пары перчаток одновременно, то она для вас. В общем, двенадцатый размер. Хорошая кожа. Мы их не шьем. Тут даже, видите, есть чужая этикетка. И даже еще тут что-то написано. Сибириан. Обращу обратить на это внимание. Мы их не шьем. Мы перепродаем их, как капиталисты. Просто жаднейшие, жадные, мерзкие капиталисты. Занимаются перепродажей. Единственное, что мы делаем на них. Ставим люверсы, устанавливаем. И перепроверяем их, чтобы у них здесь были швы целые. Никаких там косяков с ними не было. Потому что мы, как бы, мы их вам продаем. Мы за них отвечаем. Поэтому такой неопределенный гарант качества, что ли, в нашем лице. Они никак не могут уйти из офиса. И мешают работе. Что хочешь, наверное, рассказать Ильдар или спросить? Еще одно слово есть, которым всех раздражает. Что хочется рассказать, в общем-то? Вот, мы, значит, как совсем взрослая большая фирма, завели аппарат вайринга. Кажется, надо вот так вот делать. Теперь на всех выставках вы можете расплачиваться картой наконец-то. Мы этого долгое время не делали не потому, что мы как-то хотели уходить от налогов, а потому что мы понятия не имели, как это делать на самом деле. На это нам потребовалось год. Было очень долго. Так как образование... Такие красные глаза у Алексея. Профильного образования. Все начали сидел. ...передического и бухгалтерского нету, то это приходится все постигать просто. Вот, не знаю, читая все в интернете, к сожалению, не может никто проконсультировать. Работниками Сбербанка зачастую объясняю я, что делать в других банках. Еще менее квалифицированные люди. Вот. Это претензия, да, официальная, можно сказать. Скоро мы еще на сайт все это дело подключим. То есть с сайта можно будет покупать прям вот картой, там все как положено. Более проще. То есть мы делаем все для того, чтобы вам было гораздо проще совершать покупки. Как у всех нормальных фирм. Еще раз делаем мы это только сейчас, не потому, что пытались уходить от налогов. Просто потому, что это очень сложно. И мы до сих пор не понимаем, как это все работает. Вот. Ну, что еще хочу сказать про подарки для защитников отечества на 23 февраля. Кстати, мы еще делаем молотки, кувалды и прочий инструмент. Да, то есть не только топорики, но еще кувалдочку. Вот сделали такую прекрасную кувалдочку. Кстати, Руслану дайди, по-моему. Да, Руслану. Руслану, привет. Всего лишь год. Изведи, изви товарищ. Но она есть, все, вот скоро мы тебе дадим. Вот. Если вы наши друзья, близкие, не делайте у нас заказы. Или если делайте, то делайте через менеджеры. Через менеджеры? То деньги вернем просто. Да. Честно, не делайте лично у нас заказы. Если хочешь долго, дорого, хуёво, закажи у своих. У друзей, да. То есть, да. Все друзья, делайте заказы через менеджеров, мы его потом деньги вернем. Ну вот, в частности, эту кувалдочку мы делали на минимум с лета, а то и больше. Ну, все, наконец-то, пошли отсюда, уходим. Уходите, не мешайте. Упаковка. Вы нам писали, что нам косяки с упаковкой, с отправками. Решайте этот вопрос, нанимайте еще людей. Вот вам наняли еще одного человека. Савелий трудится, упаковывает ваши заказы. И самое что главное, одна из главнейших его обязанностей, это проверять заточку, соосность и прочее, прочее. То есть, это последний, как бы, момент, последний момент проверки качества. Из новостей, еще, наконец-то, мы начали все заказы, абсолютно все заказы, отправлять вот таких вот. Все заказы, которые влазят в упаковку. Это томагавки, петровичи, егеря. Лопатки, кстати, тоже сюда помещаются. Ну, лопатки, не знаю, мы отправляем сюда, в них или нет. Мы их упаковываем в стрейч, в пленочку вот такую вот, а потом уже в коробку. Это для того, чтобы просто защитить ваш заказ от какого-то повреждения все-таки. Потому что дорога не ближняя или просто раз в компании бывают какие-то ошибки или еще что-то неудобно. Ну, бывает где-то упало, видимо. Или что-то на него уронили. Вот это мерзость просто. Мне, пожалуйста, извините за это, за эту мерзотность. В общем, мы провели тесты, упаковали топор просто с... Просто вот такой его, да? И начали бросать его, наш топор, соответственно, упаковали, не заказной. Точно? И он просто пробил обухом... Он после этого стал нашим? Нет. Он просто пробил обухом коробку и, соответственно, там рукоятка начала коцаться. И также пробивать коробку. Ее выкинули сейчас, как раз не показать. Да, поэтому вам не покажем. Поэтому, если вам нужно кому-то подарить, более-менее, чтобы это выглядело, вы их распаковываете и обратно в коробочку залепляете. Если вам нужно, мы всякие вам еще наклеечки туда вложим. Пишите нам наш, такой, словно, наш мерч. Положим в коробочку и вышлем вам. Разживаемся мебелью постепенно. Выставляем, потому что заказов становится все больше и больше. Особенно лопат. Их огромное количество. И чтобы уже не путаться. Ну, во-первых, чтобы более аккуратно все это лежало. И чтобы не путаться в них, приходится делать много стеллажей. Везде выставлять. Они, конечно, не такие красивые. Скажете, почему вы их покупаете, вместо того, чтобы сварить сами? Ну, потому что потому. Если мы начинаем что-то сами варить, это получается, к сожалению, очень долго. Потому что очень много всего нужно изготовить. Мастерская большая. Постоянно требуется что-то, что-то изготавливать под себя. Поэтому иногда зачастую гораздо быстрее и легче купить где-то на стороне. Или даже заказать что-то у кого-то. Но не у друзей. Но не у друзей, да. Так. Вот так вот. Ну, в общем, вот для этого и нужны стеллажи, чтобы вот этого всего не было. А, кстати, смотрите, какая штука. Что нам приехало? Это все для нашей галтовочки. Для маленькой экспериментальной галтовки. Для рукояти. Она еще приехала на прошлой неделе. Сейчас Юра доваривает барабан. Наконец-то. Потому что как бы закончился переезд. У Юры появилось время. И он заканчивает доваривать барабан. Скоро Дима соберет. Нашу галтовку. И мы его тестируем. Если все будет хорошо. Соберем уже побольше галтовку. Нормального размера. И начнем все наши рукоятки. Не шлифовать долго мучительно орбиталками. А галтовать. Я надеюсь, что это немножечко нам поможет. Ускорить. Ну, уменьшить сроки. Из интересного. Это вот такие вот чехлы. Кожаные чехлы для лопат. То есть, на самом деле. Штука вещь востребована оказалась. Несмотря на то, что даже наши чехлы. Кожаные чехлы для лопат. По цене почти что как сама лопата. Ну, условно. Я не помню там ценник. Три или четыре тысячи. Они, по-моему, сейчас стоят. Четыре тысячи. Вот Вова подсказывает. Но их заказывают. Я думаю, что поступают правильно. Особенно, если это кому-то опять же в подарок. Или даже самому себе любимому. Охота, чтобы вот эта замечательная, шикарная, потрясающая лопата пехотная. Она была в отличном чехле. Я думаю, что мы сейчас сделаем на них врубные ножи. И сможем тоже их быстрее изготавливать. Хотя мне сегодня передали, что Антон, который на меня там смотрит, он категорически не хочет их делать. Я не знаю, с чем это связано. Но, возможно, если будут ножи врубные, будет гораздо проще. Пошли. Мне кажется, тебя ввели заблуждение. Обманули. Ты опять в шапки ходишь. Конечно. Ты меня сам сказал сегодня с утра. Что именно? Что вы всегда обсуждали, что якобы не будем больше шить чехлы из кожи на лопат. Там был у нас с ним такой разговор. А он говорит, что такого разговора не было тебе. Не помню такого. А теперь? Тогда еще берите ножи и выясняйте. Тогда еще не было ножей врубных, не было пресса, наверное. Я просто про ножи ничего не в курсе вообще. А что, можно заказать на них и все делать. В общем, вот так вот мы придумываются новые идеи. Появляются новые проекты, новые модели. Вот именно так все в споре. Все меняется, а когда в шапке как ходил, так и будет ходить. Так и буду ходить. Еще лет, надеюсь, шестьдесят. Хотя, не знаю, может лет через шестьдесят мне уже не будет хотеться ходить. Ты сможешь? Может, уже не смогу. Главное не под себя. Главное не под себя, да. Но потом в шапке. Не важно, что они делают. Перед полкарским не спрашивают. Не спрашивают. Не спрашивают. Не спрашивают. Слесарь Андрея не в естественной среде его обитания. Оказалось, что на самом деле Андрей не только шикарный, потрясающий слесарь, но еще он отличный мастер ремонтов, гипсокартонных стен и вообще всего. До того, как Андрей к нам прийти изготавливать топоры, он много лет работал, создавал квесты. То есть работал в конторе, который строит квесты. И он полностью все это оборудовал. Так ведь? Видимо, Андрей хочет от нас уволиться и вернуться обратно на квесты. Андрей, квесты уже никому не нужны. А вот топоры нужны всем. А вот насчет квестов я с тобой не согласен. Мы очень любим в своей компании ходить на квесты. Приходите к нам в мастерскую, мы вам дадим болгарку, заготовку. Потрясающий квест. Во! В общем, смотрите, здесь планируется, что будет слесарка. И еще заодно мы решили увеличить нашу закалочную. Сделать ее больше. Ну, во-первых, в два раза сделать больше ее и сделать вход ее отсюда, в эту закалочную. Мы ее покажем немножко с другой стороны сейчас. Пойдем. Вот. Вот такая вот она огромная теперь будет. Вот такая вот прям. Я надеюсь, сейчас мы сделаем нормальные стены, обочтем их с двух сторон, зашпаклюем. Может быть, даже нам ударимся за это время, за ближайшие там две-три недели сделать ремонтик здесь, проводку починить. Ну, нормальные привести в порядок. Может быть, даже стены облагородить. Чтобы слесаря сюда уже заехали в подготовленное помещение и уверенно его засрали. Что? А, здесь будут стоять новые печи. То есть, планируется в этом году закупить еще несколько муфельных печей, но мы не можем просто так их купить. Сейчас придумываем, разрабатываем, что это за печи будет, потому что нужно будет ставить большую уже печь. Скорее всего, она будет открываться не как сейчас, вот таким образом, немножко по-другому. Потому что должна быть уже не просто печь, а своего рода система закалки. То есть, это уже придумывается определенный такой, как бы, конвейер, чтобы пакетами, ну, не по одному топорику в ванну опускать, а таким блоком из 5-6 топоров. И для этого удобно, должно быть удобно доставать топоры из печи. Не просто удобно, а так, чтобы они еще не оставали. То есть, те топоры, которые лежат в печке, чтобы они не успевали оставать. В общем, сейчас эту штуку нам нужно придумать, разработать и изготовить. Понятно. Вот что ты снимал на самом деле. Во время переезда было найдено что-то новое, или точнее забытое, старое. Как вы думаете, что это? Угадайте. Здесь когда-то был мех-участок, стояли токарные станки, насколько я знаю, до нашего въезда сюда. И эта вещь важнейшая просто и очень необходима была на этом участке. Конечно, я не см Thorny. До свидания. Продолжение следует... Это занимаемся тюнингом. Макс занимается тюнингом. Голтовочку обклеил шумкой. Была идея, что это, возможно, поможет нам немножко ее сделать потише. Сейчас будем еще делать деревянный короб, такой толстый, чтобы хоть как-то глушить звук от нее, от голтовки, потому что это просто безумная штука. Ну, со шумкой пока что не очень-то оправдалось. Время обеда. В столярке потише. Пойдемте посмотрим, пока что у нас происходит. Надо было звук, конечно, так снимать. А я вас слышал? Мы не делаем мебель. Давно уже прекратили это делать. Но, тем не менее, как видите. Вот, что сейчас есть, это кулачные топорики. То есть, скоро они появятся в наличии даже. Хваты появятся, каюры немножко. Сейчас доздаются, доделаются, насаживаются в первую очередь топоры, которые уже были заказаны. Если кто-то ждет свой кулачный топорик, вы скоро уже его получите. Ну, и также еще идет по циклу насадки свободной топорики. Вот кулачные топорики свободные будут. И, видимо, именно их, и, может быть, только их мы приведем на выставки. У вас слишком много. Готовим на насадку вот эти топорики, которые мы вам уже показывали. Вот такие вот рукояти. В сборе это будет выглядеть вот таким образом. Ну, и те самые каюрчики. Вот, например. Егерей сейчас готовим большую порцию для магазинов. Потому что у нас были заказаны магазины. Были большие заказы от магазинов. Мы сейчас для них делаем, в первую очередь. Потому что, ну, кстати, ребят, бывает кто-то возмущается, говорит, что вот, вы делаете в первую очередь магазины. Или на выставке. Это не так. Магазины и выставочные топоры мы делаем в такой же обычной очереди, как и заказы. Обычные заказы, которые вы делаете, размещаете розничные. То есть, также они стоят в такой же очереди, но мы их делаем большим объемом. Нам в мастерской это гораздо проще и выгоднее, конечно же, сделать большим объемом топоры. И получить заказы тоже в большом объеме. И потом их отгрузить в магазин. Но, тем не менее, мы их не пускаем быстрее. Не откладываем ваши заказы, розничные заказы. И мы не ставим в приоритет магазины. Это не так. Они работают, эти заказы сдаются в обычной очереди. Со всеми. Но зато вы, если не хотите ждать, и вам нужно купить все в городе, быстро, оперативно, вы их можете купить у наших партнеров. Опять же, рассказываю. То же самое с выставкой. На выставку не отбираются специально топоры какие-то, чтобы они были аккуратнее сделаны или еще что-то. Это не так. Просто буквально вчера в комментариях обсуждалось. На выставку берется любой топор, который есть. Перед выставкой зачастую просто собирается вообще все, что есть. Где-то что-то лежит, завалялось где-то по углам. Доделываются, переделываются. И просто везется на выставку, чтобы хоть что-то привезти. И там уже люди берут, щупывают, смотрят, выбирают и решают брать, не брать. Но никто специально не занимается тем, что отобрать на выставку самое лучшее, самое вкусное. Это не так. Александр изучает 3D-моделирование, если не ошибаюсь. То есть переделывает рукоять. Мы немножко поменяли, изменили нашу лопатку. Не изменили, а сделали лучше, как бы так сказать. То есть доделали на нее оснастку. И стало понятно, что в связи с этим нам немножечко нужно довести до ума модель. Модель рукоятки. Вот Паша сейчас этим и занимается. То есть эта модель будет смоделирована здесь, изготовлена на ЧПУ станке. А потом уже она пойдет на копировальный станок. Павел очень много лет с нами, года 4, по-моему, или 5. Но он решил сменить сферу деятельности. Вернулся. Он бывший, не бывший, он архитектор. Долго занимался, когда-то занимался строительством, проектированием. Сейчас решил вернуться в эту стезю и продолжить заниматься проектированием. А на его место, вот, его место занял Александр. Он будет теперь оператором нашего ЧПУ станка. Заниматься 3D-моделированием, ну, в частности, рукояти. Ну, и также продолжать насаживать ваши топоры. Так как ЧПУ станок у нас загружен не на 100%, а может быть, только процентов на 40, на 30. И, честно говоря, пока что у нас нет желания брать какие-то специальные сторонние заказы. Ну, поэтому нам, наверное, сейчас будет так выгоднее сделать. То есть не брать и искать специально кого-то человека на ЧПУ станок. А просто своего человека, с которым мы уже очень давно работаем, просто дать время ему обучиться на новое оборудование. Единственный слесарь Павел негодует, ему не дают работать. Наконец-то у него появились поковки. Буквально вчера были накованы геры первой поковки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он может сресарить, но мы ему не даем, потому что мы снимаем видео. Все остальные слесаря трудятся бывшие кузнецы, подготавливаются на новое помещение. Но Паша пока отдувается за всех. Здравствуйте, мы пройдем через вас? Заводитесь в ней немножко гнетущая обстановка, на самом деле. Да, впереди мы видим человека, который приходит работать. Да. Как птички? Птички. Покормлены? Покормлены. У тебя курточка потерпорвалась. Рук, брат, брат, как так? Четверку. Летали с голоду помирает, давай быстрее. Снимайте уже. Делайте это очень важное видео. И это... Я в офисе. Настоящая женская машина, между прочим. Дамская, дамская машина. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нам. Первый. Надо было разрезать ленточку, на самом деле, здесь. Это первый финн, откованный в новой кузнеце. Это был тяжелый переезд. Вообще. Огонь. Самый лучший. Самый ров. Это был очень тяжелый переезд. Тяжелые две недели. Вы знаете, что самое сложное, это не... Хуже пожара, это ремонт. А переезд хуже ремонта. Не все его... Пока что все пережили, но не все пережило. Не все пережило этот переезд, я думаю. В общем, большой праздник. Здесь, наконец-то, куются топоры. Наконец-то, здесь все гудит, жужжит. Куется. Георгий, там что-то греется. Куется. Греется, куется. Да просто, вообще невероятно. Работает. Смотрите, сделали такой пандус, подъем. Чтобы дорогие кузнецы не споткнулись, не упали куда-нибудь прямо под баек. Специально для вас. Все для вас. Почти что выровняли. А, выровняли, поставили байки. Отфрезеровали баечек. Сделали новый клин. Установили. Сейчас осталось, даже подправили, выровняли все. Осталось только клинья забить. И все, и можно работать. Что еще здесь было изготовлено? Сделано. За это время. Пойдемте посмотрим здесь. Здесь будет третий. Здесь будет стоять еще один горн. Третий здесь, где-то в втором месте. То есть будет, что можно было третьему кузнецу работать. Хочется пошутить, что давайте как будто я Настя. Я думаю, что был бы, я был бы хорош. Достаточно хорош был бы. Короче, смотрите. Здесь большой объем. В общем-то, масса основная уже выбрана. Здесь только можно даже посмотреть просвет. Это должно было делать Настя. Но она ушла на обед. Там в одном месте. Да. То есть она будет добиваться так, чтобы это практически по всей площади было видно. И весь смысл, что это будет работать, ну, этот рок будет еще работать как такой абажур. То есть он не просто как бы, ну, он еще должен просвечивать, слегка просвечивать свет. И в этом формате это будет просто потрясающе работать. То есть когда висяет вот эта резьба ажурная, она еще идет с подсветкой. Она благодаря этому становится еще более объемной и такого приятного цвета. Все? Просвечивает свет. Светящийся свет, просвечивающийся светлый. Вот на этом мы закончим. Вот на этих умных фразах. Пойдем обедать. И поговорим с Виталием Андреевичем о его поведении. Вот это рывало, смотри, что с ним происходит. Он вытянулся, а потом... Восемь и восемь. Мне все это напоминает, знаешь, что как будто... Завели какого-то нового зверя, и никто не знает, на что он способен. Вообще кто это такой, что это такое, и как с ним вообще там общаться. И просто... Ой, ухера себе, на что он способен. То есть... Поставили остановка, и мы вообще, на самом деле, пока очень слабо представляем, на что он способен. И поэтому сколько уже? Неделя, наверное, уже длится. Даже вот собрали бы все, как бы... Собрали уже все это? Третья неделя. Нет, ну собрали... Собрали-то когда его? Вот я еще перед переездом его собрал. Перед переездом мы сюда его закинули только. Перед самым Новым годом. Вот и горячий... Ну, а сборок... Да. Что, мы третий день, пока. Третий день. Да. Все очень долго. Ну, на самом деле, нас очень сильно подкосил, конечно, переезд, потому что очень много времени и сил занял переезд. Просто даже решение вопроса, где это что будет стоять, на каком месте будет стоять, какой молот, какой пресс. Ты как бы все это придумываешь, придумываешь, потом приходят кузнецы и ты им объясняешь, что они говорят, что так невероятно, невозможно работать, будет стоять в другом месте, перепланируется это все. И это нормально. Да, наверное, так и должно быть. Потому что вроде бы кажется, что можно все это на бумаге, на компьютере спланировать. Мы так пробовали, ни хрена не работает. На бумаге это не планируется. Самый подходящий способ это привести кран и просто краном расставлять по сантиметрам. И менять местами, если что-то нужно. И, возможно, через полгода, когда поработаем, станет понятно, что вообще все это не подходит и надо будет заново все менять. Но надеемся у Виталика, что скоро очень получится собрать оснастку под егеря. Вот он сейчас делает оснастку на егеря. Он больше всего надеется на это, потому что 1 числа он должен уехать в отпуск. Может быть, даже он уже купил билет. Поэтому он очень сильно старается. И в егерях он, наверное, заинтересован больше всех в этой мастерской. Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам комментарии. Пишите обязательно, что вы хотели бы видеть в нашем видео, о чем вам рассказать, что показать. А мы пошли обедать. Там закрыта Вова. Кушается. Пайки там. Были закончены, поэтому как раз, поэтому воспользовались. И, ребят, поставили, но... Давай заново попробуем. Хорошо, Вова. Смотри, ты не записываешь все это. Так. На лоурайдеры катаешься. А я это... Ручки надо будет поставить. А дверь? Так две недели катаюсь. Ну тут по технике безопасности на ремнем примотан. Полуродник не откроется. Обратно. Так, вот надо классоваться. Ты долго еще будешь? Долго. Полчаса. Я постараюсь успеть, Виталий. Честно. Я постараюсь быстро. Снимите боя. Виталий как я держал, а он эту хуйню подплывает. С луной, да?